Детский сад в посёлке имени Кирова Камешковского района закрыли ещё в июне прошлого года. По причине того, что здание пришло в негодность. Всего в детский сад ходило 16 детишек, которые теперь вынуждены ездить за 8 километров в ближайшие посёлки. Местные жители в шоке и говорят, что проблему можно было решить. Ведь жизнь в посёлке не стоит на месте. Хоть медленно, но развивается. И малышей становится больше. Проблемы большие. Садика нету. Ну что это такое? У детей столько много. В посёлке живёт. Фабричка работает. Плохо или хорошо, но она работает. Бомжей поменьше стало. Почему всё вот такое вот к нам отношение? Как только здание было признано аварийным, местная администрация выдала детям автобус. Чтобы те ездили в другие посёлки и не прервали своё образование. Также было принято решение переоборудовать несколько кабинетов Серебровской школы под дошкольную группу. Здание было признано аварийным по заключению. Ну вот было принято решение о том, чтобы его закрыть, временно детей перевезти отсюда в посёлок Максима Горького. И на нескольких сходах было принято решение то ли восстанавливать это, то ли делать какое-то дополнительное строение или новое строение. Или делать пристройку к общеобразовательной школе Серебровской. Общественность вопрошает, нельзя ли восстановить уже имеющийся детский сад. Инициативная группа родителей посчитала, сколько денег уйдёт на реконструкцию аварийного здания. Куда намного удобнее водить детей. Всего 4,5 миллиона рублей. Вот только ответа от администрации по данному вопросу нет. Да и группы, которые планируют организовать власти при школе, оказывается маловато. Вот у нас на совете пришла информация, и вот опять же от населения, что ремонт Серебровской школы, Серебровской школы, всего лишь подготовлен на 20 мест для детишек. Понимаете? Ну это же нецелесообразно. Почему? Ну, когда не услышали население, что детей-то больше. И как вы хотите, чтобы население у нас дальше увеличилось, если всего лишь на 20 лет подготовлены? По словам местного депутата, вопрос по детскому саду в посёлке имени Кирова поднимался не раз. Но администрация не торопится решать данный вопрос. Людям даже не дают посмотреть примерный проект реконструкции Серебровской школы, для того, чтобы сравнить стоимость с уже сделанными расчётами восстановления аварийного здания. На последнем совете мы задали вопрос, Анатолий Захарович Курганский, когда же мы получим результат, когда будет у нас ответ. Опять же он ушёл в бюрократию, что вот экспертиза, опять смета и так далее. И мы не получили ответ. Через месяц мы узнаем это, через два месяца. В общем, мы видим, что здесь целенаправленная задержка, затягивание этого проблемного вопроса по детскому садику. С насущными вопросами жителей мы отправляемся в управление образования. Здесь нам дают понять, что о проблеме знают и пытаются её решить. Вот только денег на это, как всегда, нет. Первоначально для нас, увидев заключение, что здание признано аварийным, было, так скажем, полушуковым состоянием, поэтому изначально принято решение об организации подвоза, о продолжении образования детьми, получения дошкольного образования детьми. То есть мы работали по организации подвоза, а дальше уже в 2018 году, то есть когда прошло у нас больше чем полгода, скажем, то есть мы уже начали порабатывать вопрос, каким образом будем организовывать. Потому что даже на изготовление проекта по перепланировке, это тоже нужны финансовые средства. На 2018 год они у нас не были предусмотрены. Когда решится вопрос с детским садом, из ответа чиновницы так и не ясно. У местных жителей есть своя версия. Почему затягивается решение проблемы? По поселку прокатилась череда пожаров. Местные полагают, что единственное в этом населенном пункте предприятие хочет расшириться и получить доступ к газовой магистрали, которая проходит аккуратно за аварийным зданием детского сада. При этом два соседних дома с обоих сторон садика, по словам жителей, уже сгорели. Мы просим органы прокуратуры обратить внимание на данный сюжет. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал.